Январь традиционно богат на перемены. Так изменился региональный капитал. Коми запервен срожденного начиная с этого года. Молодой маме до 24 лет положено выплату в полмиллиона рублей. Полине Никучаевой 23. Она молодой специалист регионального ведомства. Пока не замужем, но новые меры поддержки подстегивают решиться на серьезный шаг в жизни. Современные молодые девушки, они очень трепетно относятся к таким темам, как вступление в брак и рождение ребенка. Именно поэтому данные меры поддержки действительно позволят молодым семьям, во-первых, их подтолкнет на создание новой ячейки общества, а во-вторых, действительно позволит чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Я на это обратила внимание, то есть действительно мотивирует и остаться в регионе, и как-то здесь попробовать себя в роли молодой мамы. 500 тысяч – это только республиканская мера поддержки. Вместе с федеральной свыше 630 тысяч рублей с 1 февраля этого года общая сумма может превысить миллион рублей. Региональный семейный капитал в 300 тысяч получат родители при рождении, начиная с этого года, за третьего или последующего ребенка. Эти и другие значительные изменения в социальном законодательстве КОМИ приняты благодаря инициативе главы республики Владимира Уйба. До 24 лет, если молодая мама рожает ребенка, то это статистически, как правило, в 50% и выше рождение второго, через год или через два. Соответственно, мы пошли действительно на такую беспрецедентную меру. Со 150 тысяч мы увеличили до 500 тысяч рождения первого ребенка до 24 лет. Это плюсом, повторяю, к федеральному капиталу. И того, если молодая женщина у нас рожает до 24 лет, семья ее получает более миллиона рублей за первого ребенка. Это абсолютно достойные деньги для того, чтобы уже подумать о той же ипотеке. Тем более, что у нас же есть встречные меры, которые, например, молодая семья, вы знаете, до 35 лет мы под 1% выдаем ипотеку, именно наша эта мера. И понятно, что такое 1%, но практически это беспроцентный кредит. Индексация. МРОД и пенсии повысили. Теперь минимальная зарплата в России не может быть ниже 19 242 рублей в месяц. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. В КОМИ с учетом северных и районных коэффициентов МРОД превысит 32 тысячи рублей. А в северных муниципалитетах и вовсе 40 тысяч. Увеличение минимального размера оплаты труда затронет и пособия. Выплаты больничных – декретные, отпускные. Подняли и федеральный прожиточный минимум до 15 453 рублей. Пенсии проиндексированы на 7,5%. При этом стоимость одного пенсионного коэффициента подняли до 133 рублей. Кстати, с этого года вырос и сам пенсионный возраст. Для женщин это 58 лет, а для мужчин – 63 года. Налоговые вычеты. В 2024 году лимиты на социальные выплаты увеличены. Это расходы на лечение, обучение, фитнес, страхование. Упрощенный порядок предоставления документов сегодня можно найти на сайте и в соцсетях ведомства. С 50 тысяч до 110 тысяч – это на обучение ребенка. Если говорим о других социальных вычетах, на лечение, на свое обучение, фитнес, услуги, то размер увеличивается со 120 тысяч до 150 тысяч рублей в год. В 2024 году возобновляется налогоблажение доходов от вкладов в банках, находящихся на территории Российской Федерации. Стоит отметить, что не вся сумма дохода облагается, а только та, которая превышает необлагаемый минимум, то есть 150 тысяч рублей в год. Если доход от вклада превысит минимум, то придется заплатить за него 13%. Это самые значимые перемены в законодательстве для населения. Следует ждать изменения цен на товары. Например, должны подешеветь куриные яйца. Но подражает алкоголь и табак.